в данном случае мы говорим о поступлении в университет и я бы рекомендовала сайт top universities таки с рейтинг университетов конечно же топ это будет гарвард массачусетс конечно же будет кембридж для чего мы используем этот сайт во первых если вы выберете для себя другой другую страну или другой предмет если вы будете здесь сортировать по архитектуре по журналистике то есть все что вам нужно у вас выскочит совсем другой список университетов во первых во вторых хочу здесь отсортировать по бельгии чтобы показать вам так берем европу чтобы показать вам университеты именно бельгии почему потому что когда я поступала в университет я выбрала для себя фрай университет брюссел вот вы сейчас видите он на 188 позиции и вы видите что есть у нас каулевын университет который на 81 позиции то есть он в первой сотни разница в том что эти университеты стоят одинаково то есть 3500 за каулевын 3500 со фрай университет гент университет сети значит в каулевын хорошее очень сильная считается медицина генте считается очень сильная менеджмент и связанная с допустим foreign direct investment то есть investment а математические статистические хотя в лёвине очень хорошая сильная школа тоже в этом плане моя ошибка была в том что я выбрала вот этот университет который на сто восемьдесят восьмой позиции и он не просто так на сто восемьдесят восьмой позиции то есть вы спросите что за критерий то у них тут критерии очень разные и одни из критериев здесь это вот например academic reputation вы видите что он выходит в основном the faculty student то есть в основном они на студентах держатся и студенты причем поверьте мне они будут ставить оценки не вам как хорошему студенту а своим бельгийским студентам когда вы сюда приедете это будет отдельное мое видео про культурные различия и про то как воспринимает по каким шаблонам оценивают и в чем разница менталитетов очень интересная разница менталитета по очень много детей здесь учится в католических школах и это откладывает огромный отпечаток потом в отдельном виде я вам расскажу об этом я сейчас даю информацию для людей которые в состоянии за год-два накопить денег приехать сюда поступить в университет и со времени поступления в университет вы можете начать оформлять документы что вы проживаете уже здесь и сможете подавать про университет здесь у нас есть линк опять-таки он будет в живую вставлен на ю тубе чтобы вы могли нормально перейти по нему не только картинка а значит я открылась сразу же на два языка английский голландский будьте готовы что естественно у них есть мастерс и бачила голландский и английский во-первых если у вас уже есть диплом русского университета вот допустим я со своим дипломом я подала в министерство образования мне его не подтвердили потому что там нужно специальную выписку по каждому предмету но если вы подаете этот диплом с расшифровкой то есть вы его переводите на английский язык заверяйте у нотариуса и посылаете онлайн вы можете подать это онлайн вам его принимают в университете и на основании этого диплома вас могут зачислить сразу на мастер сразу на два года вот эта программа которая у нас есть на мастерс поскольку я училась на мастерс я вам покажу на мастерс вы сами сможете посмотреть потом бачила основном кто приезжает из россии куда поступает салвей бизнес-скул заходите сюда значит бизнес и технологии это более вы сможете потом перейти сюда посмотреть какие предметы какие преподаватели первый второй год значит бизнесе технологии в основном берут менеджмент на который вас примут скорее всего а бизнес технологии я поступила на бизнес технологии но я была единственным человеком который тогда поступил в основном всех русских отсылает на менеджмент разницы большой в этом нет у вас будут точно также основные базовые предметы у вас будут выборочные предметы то есть коры elective subjects остальные предметы значит у вас будет еще из computer science то есть вы можете выбрать себе дизайн аналитикс потом вы проходите значит сюда так вы можете написать свои вопросы подавать можно все онлайн то есть вы загружаете свою документацию загружайте свой диплом статью аппликейшем не академический значит у них есть сервис которым вы будете пользоваться когда у вас пройдет аппликация и все будет уже налажено и соответственно аппликейшем значит у вас будет вот apply онлайн у вас будет несколько шагов но я не буду создавать новый аккаунт потому что мне нельзя и не положено я уже все равно студент когда вас примут то есть вы создаете свой аккаунт логин да и отсылаете свои документы дата обычно открывается подачи где-то в ноябре точно следующий год на следующий сентябрь да это будет с ноября по где-то май и для european union студент будет где-то по изюм вам нужно будет очень серьезно обратить внимание на подготовку английского есть той фл и елтс следующем видео я вам расскажу как я сдавала елтс я выбрала елтс только потому что там проще система 9-бальная в той фл 700 там что-то и меня это просто напугало я испугалась и пошла в кембрид чем бишь значит этот сертификат вы можете загрузить потом то есть подайте все свои документы проверьте что у вас допустим есть паспорт вы уже подали там что вы не претендуете на скула шип лучше всего потому что если вы будете претендовать большой процент вероятности что вам откажут и это будет еще дополнительные документы все-таки не такое дорогое образование у вас на жилье и еду идет больше чем на самообразование напомню это 3500 может быть обычно каждый год это повышается там на какой-то процент можно 10 процентов повысят может оставить таким же дальше когда вы уже поступите у вас будет значит такая система по инкаре то есть вас зарегистрируют и вот будут ваши предметы значит риск-менеджмент web информация системы и по мосту тезис global banking то есть это то что у меня у меня на и бить и у вас будет очень много того же сама global banking будет и в менеджменты и и бизнес-технологии вот это только бизнес-технологии у меня была биотехнология и бизнес аспектов биотехнологии просто интересно было значит там выбрать можно было из за новые материалы биотехнологии и фотоникс электроникс я решила биотехнологии выбрать значит финансы будут аккаунтинг аккаунтинг в этом году последний он со следующего года с этого сентября будет меняться на аудит корпорация живу responsibility competitive strategy я думаю что в следующих своих видео я буду описывать каждый из этих предметов что они в основном просят что будет на экзаменах чтобы вы приблизительно понимали потому что где бы вы ни учились в основном это будут те же самые предметы в основном это будут те же самые схемы плюс-минус разные кейсы потому что кейсы нас в основном берут с жизненных ситуаций то есть допустим там tesla кейс или кейс по обе имбер соответственно бачила и мастерс значит то что я говорила вот вы видите у них есть на английском языке и на голландском языке ну я так понимаю что в основном все будут брать на английском не думаю что то есть голландский вы сможете учить уже здесь у них существует субсидированная программа по которой когда вы учите голландский учите его всего лишь если вы пройдете курсы им бургере что означает интеграция вы будете платить всего 12 евро в полгода то есть за курс сделаю отдельное видео про там система немножко другая это не abc категория а там 1234 сделаю отдельное видео покажу вам как то у нас идет с голландским процедуры для русских до 1 марта но если вы будете уже в веби и если вы будете повторно второй третий год подавать уточнить у них возможно что вы сможете подавать уже и до 1 июня но и лучше конечно не задерживать вообще русская традиция делать все очень быстрее тем лучше и чем качественнее тем лучше что контрастирует с бельгийской традиции все подавать в самый последний день вот у вас есть дедлайн на саймон да на какую-то курсовую вот все подают эту курсовую там два дня до дедлайна пэйп и то же самое то есть наша психология о том что я первый сдал я молодец здесь не работает это тоже будет отдельное видео по психологии как учиться значит от мишин рекламе два кампуса которые в лёвине и в брюсселе я подавала на кампус брюсселе на менеджмент и экономикс как бы это углубленный экономикс программа и у них у всех в основном идут препараты и программ значит мастер бизнес администрейшен и мастер интернешнл бизнес экономикс и менеджмент вот это мастер интернешнл бизнес экономикс и менеджмент на нее я подала эту программу возможно сдать если особенно вы учили уже финансы в веби она немножко не дотягивает если после нее вы хотите пойти на перечти и у нее есть вот смотрите ниже значит чуть-чуть и курсов стадии препарат или программ эта программа идет на 60 кредитов то есть она годовая перед этим веби то что я показывала программа она идет на 120 кредитов она двухгодовая то есть получается что вы записываетесь на веби у вас есть виза здесь на два года уже вы закрыты и пробуете поступить на вот эту но поскольку у нее есть препарат или программ а у нее очень интересно получается как бы смещенная обычно мы учимся там сентября и по май опять сентября по маю у вас получается вот такие два года здесь у нас получается учеба начинается с января на 60 кредитов потому что препарат или программ это первые вот эти сентября первое полугодие она обязательная для всех соответственно 27 кредитов слева легенды с тем секунд чем до идет это называется доступность предмета то есть если вы записались на какой-то предмет к примеру вы записались все на был стенд и вы пропустили что какой-то предмет у вас идет на вторую половину тогда вполне возможно тогда возможно что вам придется ждать еще год чтобы закончить если он компался и особенно если это корс обчит который вам обязательно надо ждать очень я бы вам советовала обязательно постройте себе программу на что вы будете записываться после того как вас приняли институт обычно идут первые две недели лекции в которые вы можете менять предметы это рассчитано на то что вы идете на предмет он вам не нравится он elective вы можете его поменять попробуйте построить себе вот вам сказали там 120 кредитов у вас на обычно это 6 кредитов за предмет бывает 6 бывает 3 некоторые предметы могут быть три кредита идете записывайтесь смотрите получается ли у вас все правильно по семестрам не пропускаете ли вы какой-то предмет что вам потом придется еще год ждать до следующего семестра и соответственно этот год следующий год есть вот обратите внимание тот по это будут преподаватели значит это английская программа здесь у вас будет описание по требованию вы потом посмотрите ел стоит то что я вам говорила елз обычно 7 равен по елз я сделаю отдельное видео тоже в общем если у вас есть вопросы пишите под видео под веби мое предыдущее видео под этим видео пишите что вы хотите дополнительно узнать чтобы я могла сделать дополнительное видео по вопросам при